зайцы пушистый всем привет продолжаю свою рубрику не суди других или суди других это не совсем психологическая рубрика скажем так это просто достаточно такие яркие истории из жизни который мне доводилось наблюдать там на определенных этапах мы тут с вами обсуждаем многообразие этого мира немножко сплетничаем цели этой моей рубрике просто показать вам что так в жизни тоже бывает чтобы вы были готовы ко всему люди про которых я рассказываю вот в этих своих историях именно в рамках этой рубрики то есть они по большей части вполне себе психически психологически здоровы тот выбор который они делали на разных этапах это именно что-то такое на грани этики это их этический их моральный выбор а уж тут мы со стороны можем судить их или можем как-то оправдывать сегодняшнюю свою историю я назвала любовница серый кардинал давно давно я работала в компании компания была не очень большая там был собственник он же директор такого знаете а а нарциссического склада очень такой себе любивый такой замороченный на том как его позиционируют что о нем думают ну такой непростой персонаж не особо приятный славился он тем что любил женщин женщины очень разных от самых молодых ходила много слухов про склонность его к любви девушкам младше 18 лет но пойман не был дел на него не заводили так что так это на уровне слухов и осталось но не брезговал он и женщинами а своего возраста даже немного постарше но таким естественно красивые ухоженные ему нравились когда я пришла в ту компанию работать а там коллектив женский вы сами понимаете сплетни все это его донесли они очень такую балладу интересную вот эта любовница серый кардинал про который рассказывал еще работала в той компании поэтому мне довелось с ней лично пообщаться уж конечно не знаю что из той истории которую рассказали было правдой но каких-то кардинальных категоричных вещей люди по сути не рассказали как-то вот я склонна верить во все происходящее как у нас ее будут звать естественно имена я изменила как у нас эту любовницу будут звать ну давайте будут у нас ее звать людмила вот значит людмила она была постарше шефа ну наверное года может быть на 3-4 то есть ему там было лет 40 но и ей соответственно немного побольше очень такая красивая ухоженная замороченная на шмотках прям нарцисс в чистом виде прям вот нарцисс грандиозный нарцисс то есть представляете на любовь нарциссы и на и нарциссии то есть интересная история он с ней что-то мутил но она у него была явно не одна она скорее всего претендовала на какие-то его лавры и на то чтобы быть постоянный он достаточно быстро менял женщина с ним долго он несколько лет с ней задержался там два может быть три года ну и как-то вот держал на ее скажем так под боком он из одной компании где она там ну некую руководящую должность занимал переманил к себе тоже дал руководящую должность в этом плане он ее не обижал человек жирноватый был но как бы по по минимуму по нижнему какому-то пределу он ее держал а что делала она это потом только выяснилось она оказывается просто ненавидела вот в принципе всех тех женщин и которые его окружали она там старалась как-то выслеживать с кем он завел новый роман и всячески пыталась этих женщин и девушек вытравить из его жизни он такой человек был не особо высоких моральных принципов то есть он приводил на работу то секретарем себе там свою любовницу устроить то что-то там кого-то привел там в качестве арендатора поставил там учил ее якобы бизнесу ну что-то там постоянно какие-то истории тянулись вот и она если это была сотрудница она находил способ ее подставить прямо ее выжать ее вытравить и он поскольку это не были какие-то глубокие чувства у него к этим девушкам к этим женщинам он как-то при любом сомнительном случае просто сливался самоустранялся сами разбирайтесь в итоге девчонки в слезах увольнялись уходили как-то он привел на должность своего зам женщину такую очень интересную по возрасту наверное примерно как людмила даже может быть на пару лет постарше и и но такая интересная что красивая стройный харизматичный мне удалось не пообщаться вообще классный профессионал очень она мне это женщина импонировала вот так вот это людмила она прям стала под нее копать и я думаю ну неужели она ее выжить она и выжила прошу прошло несколько месяцев это уволилась они действительно так получилось что они по работе были вынуждены соприкасаться там какие дела с документами с чертежами там что-то сложная какая-то история и людмила выжила что еще делала людмила она дружила с женой вот этого шефа она была типа такая подружка с ней там ездил например к ней пить чай шеф это в принципе все знал он так смотрел как так на это если к ней пить чай радостно ей доносила все сплетни о сотрудницах фирмы и специально подначила ее условно говоря что у меня у шефа новая секретарша или а шеф там куда-нибудь что-то в какую-то сомнительную командировку поехала сами понимаете как это бывает какие-то фотки из корпоративов притаскивала как об этом узнали она у действующего там секретаря у действующего помощника кадровика эти флешки там но это времена то давние были тогда еще там в облако в телефон не копировали вот она там куда-то на флешечку это все сохраняло там по-моему диски тогда еще были на диск эти фотки сохранял и видимо вот жене и носил потому что как раз после ее визита с чаепитием она очень охотно рассказываю про эти визиты всем показывала что я дружу женой шефа мы с ней подружки мы такие вот с ней типа типа бойтесь меня не раз уже там при жена его на работу приходил и просто там сидел хоть она у него такая была я даже сказал забитый зашуганная но он был не просто нацист он тоже грандиозник прям было был еще больше грандиозник чем вот это вот людмила и я думаю он там дома жестких условиях их держал у меня есть еще подозрение что он в принципе настоящий психопат был но уже время давние прошло и я уже не помню каких-то деталей его поведения которые бы говорили прямо на сто процентов что он психопат но я думаю там не просто очень его семье жилось и его там зашуганная жена она приходила что-то высматривала чувствуем там даже пытался кабинете ругаться там потом слезах убегала ну вот какие-то там нехорошие вещи происходили а на самом деле это все генерировала вот это вот людмила как-то был праздник у нас по моим 8 марта а у шефа как раз новая там какая любовница была у нее куда же посадил господи бухгалтерию по моим так вот в общем я уж не буду сейчас называть там имена персонажей но в общем-то людмила сделала искусную пародию вот эту вот любовницу там сравнив ее с каким-то персонажем телевизионным понимаете то есть там вот показав все недостатки показав что-то там какая тощи что она к это якобы там наркоманка что этого вообще не было там как-то очень так хитро было завернуто но сам вопрос ты взрослая женщина 40 плюс занимайся своей карьерой занимайся своей жизнью на чё ты как клушка сидишь и подсиживаешь всех этих девчонок дом никогда не исправится он будет гулять пока у него все не отсохнет не отвалится и так далее он нарцисс он нажраться не может этими женщин плюс нарцисс статусный нарцисс которому очень важно вот это положение в обществе и так далее для него девушка в том числе и атрибут она видимо верила что она сможет как-то их всех пережить и как-то к нему еще больше приблизиться несколько слов о ее биографии то есть я понимаю почему у нее вот этот копилась неудовлетворенность она из-за небедной семьи сама но отец у них умер как из небедной по советские времена он был там какой-то где-то главный инженер и мама тоже такая же статусная была то есть ну можно сказать там местная элита и одна у них дочка людочка отец умер и остались они с мамой в хорошей квартире и сразу после института как-то присоседился к людочке какой-то там ее однокурсник бедненький ничего не имеющий но красивый и вроде как с образованием анализ сделан него ставку решил лучше с образованием там заработать все нормально будет а он у нее как-то быстро расслабился переехал к ним с мамой в квартиру и ничего особо не делал мордой своей ходил смазливый светил видимо это людчике не нравилось она сына родила в рано вышла на работу и как так я поняла что большая часть расходов вообще на их семейный быт на сына лежал на ней то есть конечно она чувствует где-то неудовлетворенность что но я относительно достаточно привлекательно то есть типаж с чем бы его сравнить вот знаете наверное чем-то на марию порошину похоже но мимо порошина то она миленькая а это все-таки пожестче но примерно черты лица вот туда в ту сторону уходит как-то вот уходит в сторону примерно вот такого вот склада а вот она достаточно милая привлекательная была и видимо она пыталась декомпенсировать восполнить вот эту вот пустоту и вот посчитала сделала ставку на вот этого директора уж я не знаю что она себе там надумала посчитала его ресурсом но видимо не уж не учла тот факт что он еще более злостный мощный нарцисс чем она сама и он как-то держал ее на расстоянии вытянутой руки он я знаю там ее привлекал для каких-то ну уж сомнительной сделки от громко сказано ну чё-то там были ситуации когда условно могла не подписывать бумажку она подписала были там какие-то моменты и в итоге уже там я уж из этой компании ушла но все равно там с коллегами отношения поддерживала я так получилось я самой людмилой с этой потом случайно вообще пересеклась в другой организации на ней работала с нами была нашим партнером там представителем наших заказчиков тоже мы с ней так поговорили в общем она все-таки ушла из той конторы ну конечно про личную жизнь мы не разговаривали вот ушла из той конторы устроилась вместо попроще и в общем-то уже практически там чуть ли не пенсию хочет встретить найти вот в этом вот месте то есть но этого шефа продолжает мониторить продолжает мониторить его личную жизнь он в очередной раз там на ком-то женился что-то с кем-то развелся она начала все это вываливает рассказывает то есть представляете как у человека вот это вот сидит насколько я все это задело конечно она сейчас по сути беззубая акула ну что она ему может сделать как бы и он сам кстати в не лучшем положении там не очень хорошо все осталось финансами и там пришлось очень там при разводе пострадать много чего отдать вот но в общем-то он он ты его жизнь это вообще отдельная история там я думаю даже поинтереснее можно что-то накопать но вот стратегию люточки была такая тут сам мужество в чем особо люди то не сильно виноваты и страдали она ведь приходила это жене там клеветала на разных людей я знаю там потом этих людей увольняли например хотя они были ни при чем и просто вот ты взрослый человек ты занимайся своей жизнью тебе не жалко все свои ресурсы тратить на то что мстить каким-то женщинам а что этим женщинам мстить на их смену приходят другие еще более красивые там или уж не знаю по каким он там критериям выбирал еще более интересные там и и прочее и прочее то есть видите как бывает поэтому действительно это офисные войны это вот все вот эти вот отношения с коллегами и смотрите сколько вот в этой во всей возне а личного личных мотивов ну что там профессиональные мотивы что ли были недостаточно именно профессионален был там его секретарь или недостаточно профессиональный была та замдиректора который он привлек не в этом дело это смешение мотивов это конечно же не профессионализм от которого видите там страдают люди которые наверное изначально все это и не рассчитывали делитесь вашими мнениями доводилось ли вам общаться может может быть вы тоже как-то пострадали от подобных людей как вы думаете при каком раскладе смогла бы вот это вот людочка все-таки выиграть и заполучить шефа что ей нужно было для этого сделать или мог ли бы в ее сценарии быть какой-то другой сценарий с помощью которого бы она ну каким-то образом что ли все-таки там некое свое условное счастье самоутверждение получила буду очень рада вашим комментариям друзья мои напоминаю если у вас какая-то сложная ситуация пожалуйста можете записаться ко мне на консультацию на онлайн консультацию психолога мои контакты внизу под видео жду ваших комментариев может быть у вас есть истории которые вы бы хотели чтобы я в этой рубрике тоже разобрала вынесла на всеобщее обсуждение буду рада если поделитесь всем пока всем до скорых волнующих встреч